В этом выпуске я собираю урожай ЛЧ на Нюрбургринге, я в шоке от тридцатки в музее, я в шоке от проезжающего мимо Сивика, и я в шоке от такого количества бесплатной резины. Снимаем с Кириллом видосик на фоне трассы. Да, виды конечно здесь очень шикарные. Кстати, будет полнометражный фильм у нас, ну как полнометражный, минут на 40, наверное, о поездке. Это будет уже немножко попозже, пока будет просто влог. Весь третий день мы посвятили чисто съемкам, мы снимали наш фильм короткометражный, который вот-вот и уже скоро должен выйти. Вот сейчас мы видим в окрестностях Нюрнбурга, это деревушка, можно видеть там стоит гелик, там кто-то мерс, это все обычная картина. И вот мы уже все отсняли, сейчас направляемся в нашу гостиницу, сейчас выезжаем на круговое движение, это уже в принципе одна из главных развязок, ее все в принципе знают, кто здесь был. И едем уже в сторону гостиницы, собираем парши всякие, еще какой-то опер непонятный. В общем, очень много крутых тачек в округе. Ну конечно же, тридцатка остается в центре внимания, ведь она такая вся гоночная, прям ДТМ, Варштайнер, это любимая расцветка немцев. В общем, для нее реально все кайфуют вокруг, все фоткают, снимаются, тут какие-то вопросы. Очень приятно передвигаться по этой деревне на такой вот тачке. Да, она не аутентичная, но это знаю только я и все мои подписчики. Эх у меня по крайней мере сейчас не очень много, поэтому подписываемся на канал, ребята, ставим колокольчики. В общем, как все блогеры говорят, дальше будет интересно, а интересно реально будет. Вот это мы уже едем по центральной аллее такой, где справа слева расположены гостиницы в Нюрнбурге. Вот справа сейчас это прокат автомобильный. Апекс, по-моему, рекламы никакой нету. В общем, справа там опять какой-то прокат, целевая СТОшка, стоят какие-то корчи. Позже просто, видать, люди приезжают на уикенд покататься, но корчи, оставляют, просто кидают их и все. Так, а мы приехали в гостинку, сейчас собираемся и едем в Вюнхен. У нас осталось 2 минуты для вложек. О, круто! Открыть все тайны, которые будут в полном видео, но мы не расскажем все, чтобы было. И тут тоже не расскажем. Да, посмотрите полную версию. А прикинь сейчас, да, внезапно так сложился кадр. Видно тебя, меня и 30. Все сели так удачно. А какие тайны? Ну, я про то, что это... Ну, короче, не вставляй, пока что, свой вложек. Не буду вставлять. Ну, вот и все. Ты думаешь, когда я его скоро смонтирую? Думаю, да. Бля, ну, не обязательно 2 минуты забивать, что-то я не вижу ни о чем. А знаешь, что мне еще нравится тут? Тюма так, идите нахуй все. Нехудо же не смотришь в свою сторону. Ну, нет большого ума. Такая радость. Ну, конечно. Ну, короче, сели похавать. Это, короче, как на РП сесть похавать, только не на РП. Ну, типа тачки едут тоже, да. Типа на улице холодно, но мы готовы терпеть, чтобы посмотреть, как все будут едить. Ой, да не холодно. Не холодно нормально. А он, кстати, сивик сзади едет. Канжа сивик с Истанией. Уууу. С Испании. Испании. Что он еле едет. Не канжует. Клапан канжу поломался. Канжу болт оборвало. И да хлопать в носико в варианте. Давай на этом закончим. Давай. Я на сфот. Тихо, тихо. Слышишь? Звучит этот колокол. Это значит, что время пить пиво. Отрицатка тут. Бодя, наш размер есть? Да, сейчас найду. Вот там, за той горкой ищи. Галяк, да? Немцы все спалили. Да. Нарвал алычи на нюре. Сейчас покушаю. Еще здесь есть сливы. Там дальше яблоки. Вот такой вот движ. Обзор. А, там я видел груши. Но за грушами далеко идти. Нам больше поехали. И, кстати, дорога с автобана именно до Нюрнбурга. Так как эта деревня, она находится реально в зажопье в таком непонятном. Но дорога очень крутая. Пролегает по такому очень рельефному ландшафту. То есть, большие перепады высот. И реально ехать к трассе очень круто и прикольно. Я кайфанул, наваливая. Да, я в некоторых местах нарушал скоростной режим. Но, блин, это реально кайф. Вот сейчас на видео мы едем. Видно перепад высот. Но были моменты, где перепад такой, что даже на самой трассе такого перепада нет. Реально очень прикольно. В некоторых местах даже страшно ехать. Ну, в общем, мы отправились на Мюнхен. В сторону музея. Ведь я обещал Кириллу показать музей БМВ. Как дурачки развлекаются в тоннеле. Опять приехали в музей на своем экспонате. Попали на вот такой вот прикольный ивент для классических тачек. Запарковали Трицона. Нам дали бесплатно талончики на хавку и бесплатный вход в музей. Чисто случайность. Сходил с Кириллом еще раз в музей. Посмотрел на 21-й, кстати, на Е9. Крылья приклеены так же самое, как и на 30-ке у нас. То есть пластик наклеен на железо. Трицон. Трицон. В общем, он похож получился. Вот. И передний и задний крылья я уже подсветил фонариком в серединку. То есть под этот кантик. Оно приклеено. И зашпаклевано. Поэтому вот здесь есть трещинки. Никаких секретных технологий. Кстати, бак со стеклотканью сделан. Я где-то читал такую фигню, что можно его сделать. И есть, видишь, эта трубка под охлаждение задних тормозов. Что можно сделать? Бак со стеклотканью. Но, типа, кто-то говорил, что он будет электризоваться. И, типа, есть возможность, что он загорится. Но мне кажется, это все херня. А, и, кстати, еще. Смотрите, выхлоп. Таких труб. Мол, это насадки. На самом деле, это не насадки. Это весь выхлоп такой, без резонаторов. Без ничего сделан. То есть, те, кто говорил, что, типа, нужен какой-то подпор воздуха для двигателя, чтобы он лучше работал. Ну, именно для атма-двигателя. Короче, идите нахер, пацаны. Как я и говорил, типа, лучше выхлоп для атма-тачки. Это отсутствие выхлопа. Поэтому на самолетах именно так все и реализовано. Никакого выхлопа. Знаете, что мне кажется? Что если бы у меня была Ай-8, я бы его так бы заклеил. Мне бы сказали, что я дебил. Идем мы такие по музею, идем. Смотрим такие эти инсталляции. Тут бас. И 30 стоит. Ну, как и все истории, эта история тоже имеет свое завершение. Эта история закончилась в пригороде Мюнхена. Я поселился у своей сестры, где прожил неделю. Каждый день ездил по каким-то вымышленным своим делам по городу. То есть, сталкивался с очень большим количеством как копов, так и обычных жителей. И кроме позитива и улыбок, никаких претензий ни у кого, ни к кому не было. Особенно полицейские очень добро реагировали. Прямо все показывали палец вверх. Они, наверное, даже некоторые не понимали, что за номера на машине. Если бы понимали, то показывали бы, наверное, в два раза больше. Но, как и все истории, эта история заканчивается. И заканчивается она тем, что я проехал практически 5000 километров на этой машине своим ходом. Никаких нареканий и даже намеков на какую-то поломку у меня с ней не было. Тритон показал себя в самом лучшем виде. Я просто реально не ожидал от него такого. Он сделал все, что я планировал. То есть, он довез меня до трассы. Я покатался, я кайфанул. И, в общем, я решил продать эту машину. Так как и 21-ю, я ее продал в течение недели в Германии. И решил, что нужно строить еще один проект под совершенно другие цели, чем и будем заниматься на этом канале. Подписывайтесь. Все, уехала малая. Ну, все, пойдем поплатим. Пойдем. Мужики не платят, они ссут глазами. Ну, а это мое приключение в Германии заканчивается. Я жду автобус и еду в аэроплату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!